Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Amarkets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря выступление сразу двух представителей регуляторов, британского и европейского. В 8.00 ждем выступления Белли, главы Банка Англии, и в 13.00 выступление Кристины Лагард, главы Европейского Центрального Банка. Соответственно, в фокусе нашего внимания будут и евро, и фунт, которые мы активно продаем. И, собственно, вчерашняя торговая сессия, когда мы наблюдали за отработкой нашего прогноза роста курса американского доллара, эти инструменты в соответствии с ожиданиями перешли к снижению. Если будут сигналы о том, что регуляторы, ну в данном случае Лагард отметит, что нет необходимости в дальнейшем повышения процентной ставки, или, хотя немного перефразирую, она скажет то, что экономика просто не выдержит дополнительного ужесточения монетарной политики, попробуем найти в этом дополнительные основания для снижения главного валютного риска. Также между этими выступлениями в 9.00 по GMT будет опубликован отчет по промышленному производству еврозоны. Ожидаются крайне слабые цифры, что в целом неудивительно, учитывая общее состояние европейской экономики. Давайте по порядку. Индекс доллара в текущей котировке 106.20. Мы снова выше 106, соответственно, снова метим на целевые ориентиры 107 и потенциально даже повыше. На этой неделе все наше внимание было направлено на показатели инфляции. В США мы начали, собственно, в среду, когда вышел индекс цен производителей. Изначально были прогнозы, что возможны сюрпризы, и мы можем увидеть более высокие показатели промышленной инфляции. Оказались правы, потому что общий показатель базовой инфляции индекса цен производителей вырос до 2,7% с 2,2%. И тут, если чуть-чуть остановиться на вот этом отчете, даже перед тем, как вышел основной показатель инфляции вчера, после промышленной инфляции можно было делать вывод, что если растут промышленные цены, соответственно, это означает то, что потребительская активность тоже повышается, и рост потребительской активности вынуждает предприятия промышленников повышать отпускные цены. И вот в этом уже накрылся фактически ответ на вопрос, что будет с основной инфляцией. И наш прогноз, что основная инфляция тоже должна была остаться на высоких значениях, оправдался, потому что фактически мы увидели рост индекса потребительских цен в США в прошлом месяце на 0,4%, а прогноз предполагал повышение на 0,3%. Основной показатель инфляции 3,7% прогноз предполагал снижение до 3,6%. Если добавить к текущей ценовой динамике тот факт, что с определенным временным, скажем так, гэпом мы должны через какой-то период времени наблюдать влияние котировок последнего скачка цен на нефть, на показатель инфляции, то думаю, что локальные максимумы по индексу потребительских цен в США действительно могут быть обновлены в ближайшие месяцы. Поэтому возвращаемся опять же к планам американского регулятора касательно ключевой процентной ставки. Если вспомнить протоколы последнего заседания американского регулятора, в них представители, голосующие члены американского регулятора, явно отметили, что неопределенность в экономике сохраняется. Но по их точке зрения, главным аргументом этой неопределенности месяц назад была завастовка автопроизводителей. Сейчас мы точно можем добавить в копилку вот этих факторов, которые повышают глобальную мировую экономическую неопределенность, еще и ближневосточный конфликт, что чревато опять же ростом цен на нефть и последующим разгоном показателя инфляции. Представители американского регулятора подтвердили, что политика в США монетарная должна оставаться ограничительной, потому что только эта политика несколько охлаждает экономику и тормозит росты индекса потребительских цен. И учитывая то, что инфляция все еще выше целевого ориентира и то, что рынок труда в США остается дефицитным, ставку нужно снова поднять на 25 байсных пунктов. Теперь, после того, как мы убедились, что инфляция действительно остается на высоких значениях, конечно же ФРС не откажется от повышения ставки снова на 25 байсных пунктов. Наши цели, как я уже отметил в начале своего такого краткого обзора перспективы индекса доллара, это движение в район 107 пунктов и выше. Золото 1873 доллара за тройскую функцию, поскольку мы получили убедительное доказательство того, что доллар теперь будет расти. Вчера также наблюдали за тем, как параллельно с ростом доллара стали снова повышаться доходности американских облигаций, сейчас десятки торгуются на отметке 4,68%. Это много, это практически пиковые значения. Индекс настроений снова меняется, толпа постепенно залазит в длинные позиции. И я принял решение, что раз уж большая ставка была на индекс доллара, то, соответственно, буду теперь придерживаться короткого сценария прогноза по рынку драгоценных металлов и ожидать постепенного возвращения котировок из волнца в район 1800 долларов за тройскую функцию. Если что-то изменится, обязательно об этом расскажу. Рынок нефти, друзья, 86,46 текущие котировки. Локальный рост вчера был зафиксирован. Он стал следственным комментарием министра энергетики Саудовской Аравии о том, что в целом данный регион продолжит придерживаться прежних договоренностей по сокращению производства и также оставит в силе добровольное сокращение добычи нефти до конца этого года. Хотя я допускаю, что в конечном счете это решение будет продлено еще и на конец первого квартала 2024 года. Международное энергетическое агентство повысило прогноз роста спроса на нефть на 2,3 миллиона баррелей. Прошлый прогноз был 2,2 миллиона. Ранее ОПЕК также пересмотрели ожидания по росту спроса и несколько оптимистичные цифры. У них более оптимистичные, чем от Международного энергетического агентства. Они ожидают роста спроса на 2,4 миллиона. И все делают большую ставку на то, что происходит в китайской экономике, на то, что восстановление все же будет такой доминирующим явлением, если не под закат этого года, то в начале следующего. Поэтому ожидания исключительно бычи от крупных инвестбанков и ведомств, которые дают свою оценку текущего отношения спроса и предложения на рынке нефти. Я придерживаюсь сценария роста по рынку нефти и жду, что бренд закрепится выше 90 долларов за баррель. Европейская валюта против доллара 1,0542. Снова снижаемся в соответствии с тем, что растет курс американского доллара. Плюс ко всему протоколы последнего заседания Европейского центрального банка показали, что голосующие члены ЕЦБ поддерживают идею все активнее, что дальнейшее повышение ставки будет не нужно. Также сегодня, повторю, в 9.00 данные по промышленному производству еврозоны ожидается, что в годовом выражении спад составит 3,5% против прошлого показателя снижение на 2%. Еще один слабый релиз – это точно дополнительный якорь для евро, поэтому ждем тестирования поддержки 1,05. По британской валюте 1,22 текущие котировки, данные по промышленному производству накануне крайне разочаровали. Сегодня ждем выступления Бэйли. Интересно будет послушать, если он коснется перспективы повышения процентной ставки, это, конечно же, станет источником повышенной волатильности британской валюты. Но, на мой взгляд, в текущих условиях фунт уже не спасти. Потому что Бэйли точно не сможет позволить себе сделать заявление о готовности к проактивному повышению процентных ставок. Потому что мы убедились в том, что Банк Англии побаивается это делать еще на прошлом заседании, когда ставка была сохранена на прежнем уровне. Доллар иена 149,76. Фактически несколько понтов остается до нашей цели. 150. Полагаю, что она будет сделана уже до конца текущей торговой сессии, где, друзья, снова фиксируемся, не испытываем удачи. Потому что чем выше пара будет отметки 150, тем выше будет вероятность вмешательства со стороны японского регулятора. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошего закрытия недели. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok